Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник Общества Знания, 9 класс, за авторством Котовой, Лесковой, серия Сферы, издательство Просвещения. Параграф 6. Политические партии и движения. Вспомните, каковы основные ценности демократии? Я сразу от себя добавлю, что понятие ценности демократии очень своеобразно, потому что на словах одно, в реальности совершенно другое. На словах демократия всегда очень уважает свободу личности, всегда уважает свободу мнения, всегда поддерживает устремления человека и индивида, но это на словах. В реальности попробуйте, будучи, например, заявить, что вы коммунист, и пойти в политику в Соединенных Штатах. И вы обнаружите, что никаких коммунистов там в политике быть не может. Вот просто не может. Там демократия, но демократия там строго для определенных категорий политических взглядов, а для всех остальных там никакой демократии нет. Поэтому это очень своеобразное понятие. Ценности демократии. На словах одно, в реальности совершенно другое. Каковы основные формы политического участия граждан? Как правило, это выборы. Выборы либо прямые, либо через представителей. Прямые выборы – это нередко различные референдумы. Представительные выборы – это выборы представителей. То есть обычно это различные депутаты, различные там президенты и так далее. Политические партии и общественно-политические движения выступают связующим звеном между обществом и государством. Политические партии. Политические партии называют организованную группу граждан, которая выражает интересы тех или иных социальных слоев и стремится к реализации своих целей путем борьбы за получение доступа к государственной власти и ее использованию. Политическую партию от других общественных организаций отличает ярко выраженная нацеленность на достижение государственной власти. Граждане объединяются в партию на добровольной основе. Партии проводят активную работу по поиску массовой опоры. Они привлекают новых членов путем агитации и пропаганды определенных идей. При этом политическая партия, как правило, выражает интересы только части общества. Руководящую роль в партии играют лидер и штаб. Они планируют избирательные кампании, политические акции партии, принимают важнейшие решения, концентрируют в своих руках всю информацию о деятельности партии и ее финансовые активы. Бюрократический аппарат осуществляет связи между выше и ниже стоящими партийными структурами и исполняет приказы руководства. Рядовые члены партии участвуют в ее жизни и политических акциях, способствуют осуществлению партийной программы, пропагандируют ее идеи. Выделяют также социальную базу партии, то есть те свои населения, которые ориентируются на данную партию и могут поддерживать ее на выборах, а также в финансовом отношении. Та часть социальной базы партии, которая постоянно голосует за нее на выборах, называется электоральной данной партии. То есть это электорат данной партии. В данном случае электорат это та группа, которая постоянно поддерживает какую-то определенную партию. И обратите внимание на еще один интересный момент. Финансовые вопросы. Дело в том, что у партии, как правило, не бывает какого-то отдельного финансирования. Очень часто члены партии платят партийные взносы. То есть вступая в какую-то партию, вы обязуетесь финансово ее поддерживать. Так что учтите это. Если кто-то думает, что вот я вступлю в такую-то партию и мне дадут, ошибаетесь. Это не вам дадут. Это вам придется давать, вступая в какую-то партию. В политологии существуют различные классификации партий. Так, по способу организации различают кадровые и массовые партии. Первые ориентированы на ближайшие выборы и формируются вокруг нескольких лидеров. Как правило, такие партии прекращают существование вскоре после выборов. Вторые ориентированы на длительное участие в политике. Массовые партии имеют четкую организацию. Местные и молодежные отделения ведут постоянную систематическую работу с избирателями. Если партия единолично или в блоке с другими партиями пришла к власти, то ее называют правящей. Партии, которые выступают против правящей партии или блока правящих партий, или их мнения по основным вопросам, которые поддерживаются большинством, являются оппозиционными. Итак, схема функций политических партий. Участие в выборах, то есть электоральная функция. Выдвижение и пропаганда определенных политических идей и программ. Формирование общественного мнения. Политическая социализация и мобилизация граждан на решение политических вопросов. Целенаправленный отбор политических лидеров. Формирование и обновление политической элиты. Обеспечение связи участников политического процесса, политического диалога. Общественно-политические движения. Общественно-политическими движениями называют различные добровольные самодеятельные организации граждан, создаваемые для достижения конкретных целей путем оказания влияния на правительство. У них более широкая, чем у партий, социальная база и более размытая организационная структура. Общественно-политические движения, как правило, не ставят своей главной задачей получение власти. Они ограничиваются давлением на нее. Например, профессиональные движения, профсоюзы, своей целью ставят объединение и защиту интересов трудящихся по роду их деятельности. Что это означает? Это означает, что существуют такие профсоюзы учителей, врачей, работников какого-то завода, работников какой-то отрасли, например, железнодорожников, например, профсоюз пилотов гражданской авиации. Эти профессиональные союзы, как правило, занимаются защитой прав именно работающих членов данного профсоюза от работодателя. Но если правительство начнет принимать какие-то законы, которые будут нарушать права или вредить интересам сразу целой группы всех членов профсоюза, то профсоюзы начнут оказывать давление через забастовки, через различные пикеты, митинги. Будет оказываться давление на правительство. Общественно-политические движения, вроде тех же самых профсоюзов, они уже появились в середине 20 века, как и экологические движения, и оказывают весьма существенное влияние на политику. Например, в 2022 году в Британии раз за разом буквально каждую неделю начинаются новые забастовки, которые организуются профсоюзами самых разных сфер деятельности. Там и медицинские работники, и железнодорожники, и авиаторы, и очень многие другие. То есть ситуация в Британии явно очень скверная, раз профсоюзы вынуждены постоянно организовывать забастовки и акции протеста. Наиболее крупным и влиятельным движением из экологии сейчас чаще всего называют Greenpeace. Но на самом деле это просто очень известная организация. Но к экологии она имеет не слишком активное отношение. Потому что Greenpeace занимается экологическими вопросами строго в странах, которые являются противниками США. То есть, например, в России, в Китае, в Индии, в Бразилии, в странах Африки и Азии. Greenpeace будет очень активно выискивать экологические проблемы. А вот, например, в Канаде, в США, в Австралии. Там у Greenpeace никаких экологических проблем никогда в жизни не обнаружат. Такая вот своеобразная у них политика. Методы, которые используются политическими движениями. Во-первых, это опосредованное воздействие. Различные пропагандистские кампании в СМИ. Сбор подписей под своими требованиями. Проведение забастовок. Проведение пикетов, митингов, шествий. И второй пункт, это непосредственные воздействия. Введение своих представителей в состав органов власти. Участие членов движения в работе разного рода согласительных комиссий и комитетов. Поддержание тесных личных контактов с представителями политической бюрократии. Вопросы и задания, но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Что такое политическая партия и каковы ее функции? Как правило, политическая партия это определенная группа людей. То есть определенное общественное движение, которое ставит своей целью законное получение части власти. Получить у государства всю власть, это, извините, практически невозможно. Даже у президента нет всей власти, не забывайте. Власть в демократических странах разделена на три ветви, но какой-то кусочек от властного пирога получить можно. Политические партии ставят своей задачей законное получение этой самой власти. Функции политической партии довольно-таки широки. Это одна из главных функций, это активная мобилизация граждан на участие в выборах. То есть форма мобилизации граждан к участию в выборах, то есть участию в политических различных акциях и движениях. Это различная форма связи между государством и обществом, которая происходит через политические партии. Потому что если в странах, например, где самые разные партии существуют, как в России, во Франции, например, то там можно очень четко увидеть, в какую сторону склоняется население. У какой партии самая большая вдруг обнаруживается поддержка населения, следовательно, эта партия имеет наибольшую поддержку. Следовательно, правительству надо принимать какие-то определенные меры, глядя на данную партию, с тем, чтобы как-то либо поменять какую-то экономическую ситуацию, либо принять какие-то общие меры к тому, чтобы эта партия, например, могла прийти к власти, например, в случае выборов. Она начнет серьезно менять политическую ситуацию в самой стране. Так что тут может быть очень по-разному. Именно по поддержке партий видно, какова ситуация в стране, какие идеи наиболее популярны. Назовите основные критерии выделения видов политических партий и приведите примеры партий, выделяемых по каждому из этих критериев. Как вы понимаете, вопрос очень непонятный и очень сложный. Что значит критерии партии? Ну, например, можно сказать, что есть чисто политические партии, а есть общественно-политические движения. В некотором роде это критерии отбора. К политическим партиям будут относиться чисто политические партии вроде Единой России, Справедливой России, КПРФ, ЛДПР, я про российский в данном случае говорю, к общественно-политическим движениям различные экологические организации, различные организации профсоюзов, различные волонтерские организации могут туда относиться. Их может быть очень много. Благотворительные организации тоже самое. То есть вот, пожалуйста, определенные критерии по отборам, они тоже присутствуют. Можно разделить политические партии по тому, краткосрочные они или долгосрочные. То есть кадровые, созданные для участия в одних определенных выборах, или наоборот массовые, созданные уже давно и ведущие постоянную активную работу с населением. То есть здесь очень много различных критериев может быть. Какие организации называют общественно-политическими движениями? В чем состоит их отличие от политических партий? Общественно-политические движения, в отличие от чисто политических партий, не ставят своей задачей получение власти. Например, главная задача профсоюзов – это защита интересов членов профсоюзов в различных инстанциях. Как правило, защита интересов членов профсоюза от работодателя. То есть, например, сотрудники какого-то завода, простые рабочие, они объединяются в профсоюз с тем, чтобы защищать свои интересы от владельцев этого самого завода. С тем, чтобы владельцы завода не могли резко понизить зарплату, взять и попросту закрыть завод или еще что-то подобное устроить. То есть здесь профсоюзе, их главная задача защиты – интересов своих членов. Но если правительство начнет принимать какие-то меры, которые будут ущемлять права членов профсоюзов, те начнут выходить на улицы, устраивать митинги, пикеты, может быть, даже перекрывать какие-то дороги. То есть начнут активно привлекать внимание к проблеме и таким образом оказывать давление на правительство с тем, чтобы не были приняты подобные меры. То есть вот главное отличие общественно-политических движений. Они не ставят своей задачей получение власти, но при этом могут оказывать существенное давление на власть.